Шоумен Никита Джигурда является одним из самых рьяных защитников Михаила Ефремова. Он уверен, что дело против заслуженного артиста было подстроено неизвестными недоброжелателями. Джигурду не смущают ни многочисленные свидетельские показания, представленные в ходе судебного разбирательства, ни даже тот факт, что Михаил Олегович, в конце концов, признал свою вину. Артист уверен, что Ефремова к чистосердечному признанию склонил адвокат. Якобы в этом случае Михаил Олегович может рассчитывать на условный срок. Никита Джигурда стал гостем популярного шоу «Пусть говорят на Первом канале». Он заявил, что видео с места аварии, на котором заметно, как Ефремову помогают выйти с водительского места, было сфальсифицировано. Шоумен настойчиво отстаивал свою точку зрения, перебивая гостей в студии и не давая им возможности вставить слово. При этом Джигурда называл себя «руководителем департамента прав, свобод и законных интересов творческого сообщества». Он подчеркнул, что ведет собственное расследование. Ведущий шоу Дмитрий Борисов был вынужден попросить Джигурду покинуть студию. Но тот проигнорировал вежливую просьбу. «Ты участвуешь в травле великого актера. Я не уйду отсюда», — эмоционально отреагировал он. Борисову пришлось прибегнуть к помощи охранников, которые выдворили Джигурду со съемочной площадки. После чего ведущий попросил у зрителей прощения за скандальный инцидент, и шоу пошло своим чередом. Ранее Джигурда изложил представителям прессы свою версию развития событий. По его словам, в день аварии в театре «Современник» должен был состояться сбор труппы, на котором Ефремова планировали избрать художественным руководителем. Недоброжелатели сознательно опоили Ефремова и посыпали ему снотворное. За рулем джипа в момент ДТП находился другой человек. «Заднее правое колесо автомобиля Михаила Олеговича оказалось пробито, это была сознательная диверсия», — считает Джигурда. Народная артистка России Илья Ахиджакова также склонна верить в эту конспирологическую теорию. Она считает, что пагубную привычку Ефремова кто-то использовал в своих интересах. Ужасно к этому отношусь, трагически. Мне кажется, что его все придали, что вся эта страшная история, чей-то проект, что его тягу к пьянству использовали, чтобы расправиться с ним. «Очень переживаю за Мишу, просто страдаю», — цитирует Лию Меджедовну, газета «РУ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова